Всем большой привет! Сегодня будем делать тушенку с перловой кашей без автоклава. Метод очень простой и надежный. Перловка получается вкусной и может храниться длительное время. Список всех ингредиентов будет, как всегда, в конце ролика, а также в описании под видео. Приятного просмотра! Сначала делаем зажарку. Растапливаем в сковороде 80 граммов свиного жира. Высыпаем туда 150 граммов порезанного кубиками лука. Обжариваем пару минут. Добавляем 180 граммов натертой на крупной терке моркови. И продолжаем жарить еще 2-3 минуты до изменения цвета морковки. Дальше нарезаем средними кубиками 1 килограмм 200 граммов свинины или любого другого мяса. Помещаем его в миску и высыпаем туда предварительно замоченную не меньше, чем на 3 часа перловку. Вес крупы в сухом виде 600 граммов. Затем добавляем зажарку, 3 чайных ложки соли, 1 чайную ложку молотого черного перца и хорошо перемешиваем. Теперь берем чистые банки и наполняем их полученной массой. При этом слегка уплотняем, чтобы не было пустой. До края банки должно оставаться свободное пространство, примерно 3-4 сантиметра. Из указанного количества продуктов получается 7 полулитровых баночек. Дальше заливаем кашу обычной питьевой водой и протыкаем ее в нескольких местах, чтобы жидкость достигла самого дна. По итогу уровень воды должен доходить до горлышка банки. Теперь накрываем банки крышками и плотно закатываем. Затем устанавливаем банки в застеленную полотенцем кастрюлю и полностью заливаем их холодной водой. Вода должна покрыть банки так, чтобы ее уровень был выше крышек не меньше, чем на 1 сантиметр. Ставим кастрюлю с банками на плиту и доводим на умеренном огне под закрытой крышкой до кипения. Как только вода закипит, убавляем огонь до минимального и стерилизуем тушенку 3,5-4 часа. Следим за тем, чтобы банки были все время покрыты водой не меньше, чем на 1 сантиметр. При необходимости подливаем кипяток. По истечении указанного времени огонь выключаем и оставляем банки в воде до полного остывания. Затем достаем их, вытираем и отправляем на хранение в холодный погреб или холодильник. Вот и все. Вкуснейшая домашняя тушенка с перловкой готова. Приятного аппетита! Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Буду очень благодарна за отзывы и с удовольствием пообщаюсь в комментариях. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...